Здравствуйте! В эфире программа «Гвардия». Сегодня мы будем вспоминать имена матерей, с одной стороны подаривших миру героев, а с другой – навеки потерявших любимых сыновей на полях сражений. Они проводили на войну самое дорогое, что у них было, а получили взамен черную метку похоронки. Ни бравых героев, ни любящих матерей с такой надеждой, ожидающих возвращения своих мальчиков с войны, уже давно нет среди живущих на земле. Но их имена сохранила история Великой Отечественной для потомков. Как распорядиться этой памятью? Как увековечить имена не только героев, но и их матерей, отдавших за победу в борьбе с врагом непомерную цену жизнь своих сыновей? Вот об этом мы будем сегодня говорить с народной поэтессой нашей республики Ириной Георгиевной Куржибековой, Артуром Хадзараговым и Черменом Цхавребовым, инициатором создания сада-музея «Сердце матери». В нашей сегодняшней программе примут участие и юные журналисты. Тема войны, как и тема матери, для вас перекликается и очень близка вашему поэтическому дару, я бы так сказала. Я хочу, чтобы сегодняшний разговор наш, который посвящен матери, вы начали со своего творчества, с какого-то любимого вами стихотворения. Я хочу, чтобы оно стало камертоном к нашему разговору. А разговор у нас пойдет о матери, о ее большом сердце. Когда-то я написала стихотворение от имени памятника, от имени обелиска. А заканчивалось оно так. Нас зовут обелисками славы, нам дарят россыпи звезд, но мы еще и застывшие сплавы из материнских слез. Спасибо вам за такую тему, трогательную и проникновенную, потому что слово «мать» и в песнях, и в стихах, и в прозе, и в бытии нашем, вообще оно всегда над, над всем. Незабвенная Зина Хустякоева, обращаясь к своему сыну, когда-то написала, как все живое небессмертно, мать. В один прекрасный час меня не станет. Мой сын, твой лучший друг, тебя оставит. Тогда узнаешь, что такое мать. Потерять мать для ребенка, для взрослого человека – это горе, это беда. Но когда мать теряет ребенка, неважно, шестилетнего или шестидесятилетнего, это трагедия. Тем более, если он, извините, да, не от болезни, не от этого, а вот так вот, вот так, в молодом возрасте, закрывая собой абразуру. Почему-то не так часто упоминается Хангуа Шоколагова, мать пятерых братьев. Мне говорили, что она не верила, что их нет. Она всегда думала, что они вот-вот придут. Я тогда написала. Ты побереги ее, Осетия, Радости ей отдай свою до донца И накрой седины на рассвете Покрывалом сотканным из солнца. В час, когда летают в мире сны И глаза смыкают домочадцам, Пятеро идут средь тишины, Пятеро в окно ее стучатся, Пятеро у двери постоят, Очень долго, сдержанные и прямо. Мы живые, ну, встречай, солдат, Мы живые, что ж ты плачешь, мама? Припадут к морщинистой руке Самого родного человека И растают слезы на куске Теплого соленого чурека. Пятеро лежали в колыбели, Пили тайну родниковых вод, Волосы у матери белели, Собирались пятеро в поход И ушли надолго, навсегда. Не вернуть, не спрятать, Не догнать их. Сердце материнское, Когда ж сможем мы достойно Описать его? Сердце материнское в тебя, Как в окно стучат мужские руки, К матери приходят сыновья, По скалистым выступам Раслуки. А наутро опустелый двор, И глаза соседского мальчишки, Кто же их следы сегодня стер? Может, снег, что шел без передышки? Очень сильные струки. И я хочу, чтобы молодежь наша Ответила соответствующим образом. Глаза солдатских матерей До дна наполнены печалью, Как много бесконечных дней Они в разлуке повстречали. Привыкли собрано молчать, Молиться, сдерживая слезы. Пусть много лет в груди стучат сердца, Пусть обойдут морозы, Пусть рук не тронет старина, Волос метель, лица морщины, Пусть все невзгоды года Уйдут, не задевая мимо. Немыслимо им стать слабей, Поддаться хоть на миг безволию. Глаза солдатских матерей До дна наполнены любовью. У нас тут присутствует двое молодых людей, У которых возникла удивительная идея Создать не что-нибудь, А вырастить сад, Который они хотят назвать Сердцем матери. И я хочу, чтобы они об этой идее Рассказали подробнее. Как она возникла? Что двигало сердцами Тех, у кого возникла эта идея? Есть люди, которые преданы этой теме, Они не хотят, чтобы были названы их имена. Они абсолютные меценаты В самом святом, чистом смысле этого слова. Абсолютно бескорыстные люди. В районе Дзорикао у них есть Большой земельный надел, Около 6,5-7 гектаров. Это большая земель. Они готовы ее отдать Под строительство целого паркового музейного комплекса. Это будет нечто уникальное, Где люди смогут не просто отдыхать, А иметь возможность наблюдать И вспоминать всех тех людей, Которые отдали свои жизни за... Я вас на секунду прерву. Мы сейчас посмотрим ролик, Вот как он виртуально должен выглядеть, Вот этот самый сад. Посмотрим, а потом продолжим разговор. Сегодня, когда безымянных могил Становится все меньше И идут активные поиски Каждого солдата, пропавшего без вести, Пришло время воздать должное Матери солдата. И склонить голову перед женщиной, Которая так и не дождалась Своего единственного, А то и троих, пятерых, семерых сыновей. Матери, воспитавшей своих сыновей В лучших традициях своего народа, Воинами, защитниками. Не случайно именно среди выходцев из Осетии Было столько героев Советского Союза. Горе матерей, слезы матерей Не должны кануть в лето. Пусть они оросят землю И прорастут деревьями в парке, Посвященному подвигу матери. Пусть шелестит листва, Щебечут в ее тени птицы, Распускают свои бутоны розы, Повествуя о каждой из них. Образы этих матерей, Как и портреты сыновей, Участников войны, Будут запечатлены навечно в памятной галерее. Стенды районных музеев Позволят прикоснуться к реликвиям этих семей, Архивным материалам, фотографиям, Письмам сыновей с фронта. Парк Сердца Матери Станет местом поклонения Святому материнскому сердцу, Данию нашим вековым традициям воспитания. И пусть под сводами этого памятного парка Всегда звучит веселый смех детей, Символ счастливого материнства, Вечного продолжения жизни. Ну, вы наверняка прочувствовали мощь и амбициозность данного проекта. Там на месте уже есть здание, Которое полностью может быть адаптировано под музей. Задача консолидировать не только из Алагирского района, Да, где, например, в Майрамадаге прекрасный музей, В Алагире есть музей. Представьте, у человека возможность увидеть все это в одном месте, Да, где гид максимально информативно расскажет о том, что значит... Тем более и технические возможности сегодня совсем другие. Можно же как-то это показать таким образом, Что прямое попадание в сердце, Тем более там же будут дети. Это для кого парк? Это для... Абсолютно всех, без исключения. Да, вот хорошо, если семьи будут ходить в парк. Мне кажется, что когда семья приходит в музей, И дети видят реакцию своих родителей на эту историю, Она где-то фиксируется и сразу попадает в сердце ребенка. Тут прямая связь, прямая. Я являюсь отцом троих детей. Ну вот. Мне приснился страшный сон на моих детях. Я проснулся в холодном поту, Неделю я пребывал в ужасе. Я даже представить, боюсь, что переживает мать. Вот в таких случаях, в такой трагедии, Мать, которая потеряла семерых, пятерых, шестерых, одного ребенка. Даже одного, да. Одного ребенка. Не просто так говорят. Родители не должны переживать своих детей. Хоронить своих детей. Поправлюсь. К сожалению, это имеет место быть. Тем более в те страшные годы для нашей страны. И меценат сопереживает, наверное, всем этим матерям. Появилась у него возможность. Возникла идея. Великолепная идея. Он решил пока создать ее в качестве видеоролика. Для того, чтобы посмотреть реакцию общества, властей. Как они будут реагировать на это. Сделали же Барбашова поле. Да. Сделали Барбашова. Теперь будет сад, сердце. Почему? Надо, чтобы было. Потому что на первое место, ну хоть когда-то должна, наконец, эта духовность выйти. Ну, хватит строить парки, где можно поесть, выпить, погулять, покататься. Это все понятно. Бизнес есть бизнес, и они хотят получить от этого деньги. Но хочется, чтобы и духовная сторона тоже при этом присутствовала. Иначе мы вообще потеряем нашу молодежь. А мы ее не потеряем. Кто читает стихи следующие о матери? Мне бы хотелось рассказать о семьях убежевых из Южной Осетии. Там, так же, как и в Северной Осетии, нет ни одной семьи, из которой в годы Великой Отечественной войны не призвали в ряды Красной Армии. Но такая семья, из которой на фронт ушли, один за другим пять сыновей, только одна. Владимир, Роман, Георгий, Илья, Жорик. Сыновья Михаила Хубежева и Пухаевой Ольги, которые до страшной войны проживали счастливую жизнь. У каждого из них были планы на будущее, но этим планам не суждено было сбыться. Пять братьев Хубежевых один за другим ушли на фронт. Храбро сражались и высоко несли честь Осетина. Все пятеро погибли смертью храбрых. После войны по всему Советскому Союзу места захоронения разыскивала их сестра Ева. Она не хотела исправлять похороны, пока не нашла могилы своих братьев. Особая доля выпала матери солдата. Она до последних дней не хотела верить то, что ее сыновья больше никогда не вернутся. Она каждое утро выходила на опушку леса и вглядывалась вдаль, надеялась увидеть на горизонте хоть одного из своих сыновей. Прошло 76 лет. Я считаю, что мы должны помнить имена героев и преклонять колени перед судьбами несчастных матерей, сердца которых бились и надеялись, несмотря ни на что. Вот для кого Барбашово поле? Да. Вот для кого нам вот такой сад, музей, сердце матери? Для того, чтобы они и те, кто рядом, знали обо всем этом. Я написала стихотворение, посвятив его матери братьев Газдановых. Я как-то в начале 80-х видела около Большого театра 9 мая собираются бывшие бойцы, солдаты, командиры, выжившие. Они обмениваются впечатлениями, кто как живет. Я тихо подошла, думаю, мужчины, в основном мужчины, но между ними 3-4 женщины. И я одного из них спросила, я говорю, это они тоже воевали? Говорят, нет. Это, говорит, матери. И они, говорит, вот думают, что, может быть, кто-то воевал с их сыновьями и так далее. Ну, когда приехала уже домой, я написала папиным объятием до боли белыми крестами в три окна и сгоревшим в танке дяде Коли начиналась для меня война. Разорвала гулом батареи детство беззаботного часы. Девочкой с петлей на тонкой шее глянула с газетной полосы. Не сумеет никакое завтра чашу прошлого испить до дна. Женщиною у Большого театра возвратилась ты ко мне война. Рядом с нею кровь от горя стынет, меркнет золотой мемориал. Сорок лет прождав напрасно сына ищет тех, кто с сыном воевал. В лица постаревшие бойцов хочет она пристальней вглядеться. Да, у памяти ее лицо и ее измученное сердце. Только отчего же мне так знаком этот взгляд и рук сухих усталость. Словно птица с раненым крылом. Где же мне она еще встречалась? Может быть стоит она вдали, там, где сны ее лелеют горы, где окаменевшую от горя согревают песни журавли. Понимаете, вот Тасо Газданова, понятно, когда Расул Гамзатов, тоже светлая память, приехал на открытие памятника, он посмотрел так внимательно и говорит, мои журавли, хотя, может быть, может быть, раньше ты их делал, а потом я написал песню. Ну, так, слегка пошутили, потом говорит, журавли, это хорошо, Расул говорит, но это женщина. Сразу вот так рукой, но это женщина. То есть, конечно, мать, это мать. Да. Ваш ответ, молодежь? Я хочу рассказать о матерях, чьи сыновья добыли нашей стране выстраданную победу. Они отдали во имя свободу Родины самое дорогое, что у них было, своих сыновей. Большие горести и потери выпали на долю солдатской матери. В семье Тимировых и селения Чикала было девять детей, восемь мальчиков и одна девочка. В поле на Синакой всегда вышагивали вместе. Впереди шел старший Умати, за ним Хушин, Тазрет, Иса, Рамазан, Яхья. Самые младшие Магомед, Гасан и сестра Рахимат оставались помогать матери по дому. Когда в двери домов посучалась Великая Отечественная война, счастливая жизнь Тимировых разделилась на до и после. Мальчишки ушли на фронт. День за днем выходила на кольцу мать Бари, смотрела на бескрайнее поле, сливавшееся с далеким небом. Хотела верить, вот сейчас вырастут они на пыльном большаке, молодец к молодцу, подойдут после, как будто только что вернулись и на косы. Успели мы к пирогам, нано, но они так и не вернулись. Все шесть терапали смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны. Братья Тимировы выполнили свой долг перед Родиной. В их честь названа улица в селении Чакала и в городе Владикавказ. Ими гордятся и помнят дети, внуки и правнуки. Память о герое жива, пока мы о них говорим. Подвиг солдатских матерей будем воспевать в веках. В веках. Вот это, наверное, ключевое слово, потому что то, что они сделали, их подвиг, он, конечно, растягивается на целые века. Опять возвращаемся к саду сердца матери. Ведь это же особого направления музей будет. вот этот музейный комплекс. Это в музей восковых фигур можно пойти и поглазеть, да? Здесь совершенно другой, иной подход. Ну, вот немножко об этом как-то поглубже расскажите. На самом деле это колоссально огромный объем работы, который нужно будет провести. Пользуясь случаем, хочу выразить свое безмерное уважение. Сергей Яковлевич Плахти, ваш постоянный гость. Такие люди, они будут помогать во всей этой работе и сотрудники выполнить его проект с фамилиями, которые он в Медакадемии реализовывал. Вот здесь будет целая система различных разделов и фотографии различные будем собирать. Старые фотографии будем освежать некоторые. Сами экспонаты непосредственно элементы быта людей, которые ушли. Вполне возможно, например, у кого-то из Газдановых что-то сохранилось. То есть чем-то действительно мы будем освежать это и сделать музей нужно будет необычным и мы думаем, что это получится. Матерям мы никогда достойны их переживаний, памятник не сможем создать, но попытаться мы должны это сделать. И вот насколько в наших это силах мы это сделали. Но вы согласны с тем, что мы в глубочайшем кризисе в этом смысле. Естественно. А иначе бы мы сегодня так не волновались и не думали об этом. Вместе с тем, вы же понимаете, что вот наше спасение. Вот спасение в этом. Потому что я вижу, у меня умиротворение в душе, чистота. Я смотрю на эту девушку, чистый взгляд, чистый взгляд у всех. Они всегда рядом, потому что это опора, это будущее. Все, что вы сегодня сделали, поверьте, те люди, которые ушли, обязательно есть некая энергетическая связь с тинской традиционной культурой. Во многом это подтверждает, что есть мир ушедших, и они обязательно будут помогать вам, потому что вот ту дань памяти, которую вы отдаете, это должен делать каждый человек. То, что вы об этом рассказываете. Вообще вот образ матери, его уже надо культивировать. Опять же, мы упускаем какие-то вещи, мы думаем, что это само собой придет куда-то, как-то не придет. Это все духовность, которую должны закладывать и в семье, прежде всего в семье, мне так кажется, а потом уже школа и все остальные. Сам по себе вот этот сад это символ жизни, это символ материнства. Тут вот все как-то одно за другим увязывается. Я надеюсь, что вы все вот эти пазлы сложите, и у вас получится одна большая, красивая, и очень полезная, и очень важная картина. Вам понадобятся профессора, вот вы уже назвали одно имя Лахтия Сергея Яковлевича. Здоровье ему. Да, это какой эмоциональный человек, и как он много знает, и как он многое может сделать и помочь вам. Вот если рядом станут достойные люди, то у вас все получится. Пока я слушала, у меня экспромт родился. Пожалуйста. Я всегда за экспромт. нередко. Конечно, много споров и затрат, но есть же память, есть же вдохновение, и будет, будет материнский сад. Но право, ни малейшего сомнения. Браво, браво. Вот так, какие прекрасные стихи родились. Мы сегодняшнюю программу заканчиваем, потому что она не бесконечна, конечно, но мы же точку не ставим. Это только многоточие, это только начало. Мы будем вести эту тему, будем, для того, чтобы вот младшее поколение знало свою историю и отцов, и, что характерно, матерей тоже, потому что их вклад и в великую победу, и в нашу жизнь велик и неоценим. Я хочу, чтобы вот в финале нашей программы прозвучало еще одно ваше стихотворение на эту тему. Любят люди заканчивать позитивом, позитивом, но мне кажется, что даже когда мы в этом случае, вот в этом случае говорим о грустном, это все равно позитив, потому что мы помним. Мы помним этих людей, мы помним этих матерей, и никак иначе. Комната, не запертая, дверь, чтобы, входя, соседка не стучала. Как она устала от потерь, как от одиночества устала. Старых писем полунемота и застывший мир фотоальбома. Лишь воспоминания острота о ребятках, что ушли из дома. Выбежали поиграть в футбол, а вернулись взрослыми в шинелях. И осиротелый сад не цвел. Книги нераскрытые желтели, и желтела старилась она. Ей салютовали пионеры, средь людей жила, но все же одна, со своей неистребимой верой. Нет, не в то, что вдруг придут с войны, а что им спокойно где-то спится, и что детские смешные сны, как и дома, стынут на ресницах. Правда, лишь вздохнет она порой, хоть не любит старческие охи, в час, когда несбывшиеся снохи вечером торопятся домой. Видно, ей покоя не видать, уж восьмой кончается десяток. Видно, дал Господь ей доживать за ее невыживших ребяток. Видно, дал ей испытать сполна всю нечеловеческую муку, чтобы от слова самого война в мире не осталось даже звука. Музыка случайная, замри. Скульптор, ты оставь резец в покое и поэт, не тронь ее строкою, в боль чужую дверь не отвори, ну и что же, что не заперта, просто нет детей сегодня дома. Старых писем полунимота и застывший мир фотоальбома. Оставим наших телезрителей наедине вот с этим замечательным и очень глубоким стихотворением. Я хочу сказать спасибо нашим младшим. Молодцы. Молодцы. И пожелать молодым ребятам, чтобы цвел этот сад, чтобы он появился, чтобы он радовал глаз, но не только глаз, но и душу. Вот это главное. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова